Аким встретился с молодежью. Активисты учащейся и студенческой молодежи собрались за круглым столом, чтобы рассказать Мейраму Смогулову о своих достижениях в труде, учебе и культуре, а также поговорить о трудовом пути и жизни первого президента Республики Казахстан. В зале первого президента, который совсем недавно открылся в школе лицея номер 101, собрались молодежные лидеры, представители студенческих и школьных молодежных организаций. Раньше здесь проходили уроки истории и международного права, а сегодня состоялась душевная беседа. В преддверии дня первого президента Аким Караганды поговорил с молодежью о выдающейся личности, человеке, благодаря которому за короткие 20 лет Казахстан стал одним из успешных государств мира, а Нурсултани Назарбаеве. Мы тоже были студентами, но студентом был президент. И посмотрите, он уже в то время какие-то новые идеи подавал. Он начинал с рабочей скамьи и уже оттуда свои идеи. Никто же не думал, что он станет президентом. Он и сам не знал, что будет президентом в стране. Сегодня его соратники говорят, а в то время он уже был лидером. Непринужденная обстановка расположила всех присутствующих к общению. И молодые лидеры рассказали о своей жизни, работе, ближайших планах и достижениях. Карагандская молодежь, она отличается от многих молодежи своей креативностью. Своей креативностью, оригинальностью и необычным подходом, наверное, к решению многих задач. Это стало подтверждением того, что недавно мы съездили на слет, республиканский, в котором приняли участие 24 города, альян студентов. И приятно сказать тот факт, что благодаря поддержке, именно вместе с планом органа города, поддержке городского Акимата, областного, именно Карагандский регион среди 24 городов стал лучшим. Глава города также отметил, что Акимат готов оказывать практическую поддержку молодому поколению. У всех проектов вы будете участвовать. Я сел уже за стол переговоры с вами, поэтому мы будем очень плохо сотрудничать. Все ваши начинания, все ваши проекты. Я знаю, есть и научные какие-то идеи среди вас. Поэтому мы тоже готовы их рассмотреть. Школьники представили Акиму свои проекты. К примеру, учащиеся гимназии номер 97 соорудили макет детской клинической больницы в их представлении. По задумкам молодых проектировщиков, там должен быть питомник для животных и обилие зелени. При выборе темы о проекте мы делали анкетирование, которое проходилось во всей нашей школе. И по данному анкетированию мы решили затронуть эту тему. В нашей больнице мы хотим представить гостиницу, так как это больница на всю область. То есть съезжаются все города-спутники в эту больницу. Она находится единственная. В завершении состоялась памятная фотосессия. Городоначальник отметил, что такие встречи еще будут. И не раз. Ведь молодежи есть что сказать. А местные исполнительные органы всегда готовы выслушать и поддержать. Ирина Камышова, Жан Алипов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.